Здравствуйте! Мы начинаем еженедельный брифинг пресс-службы администрации города Кумертау. Я расскажу о работе администрации. Начну с основных мероприятий текущей недели. 20 января в Уфе рассмотрели инициативы к стратегии социально-экономического развития Башкортостана до 2030 года. В Конгресс-холле состоялось общественное обсуждение главных направлений проекта. Управляющие командой и руководство города Кумертау также приняли участие в обсуждениях. С презентацией пяти инициатив, разработанных 40 специалистами, обучившимися в Московской школе управления Сколково, приглашены ознакомиться порядка 600 человек. Это ученые, депутаты, представители исполнительной власти, бизнеса, политики, науки, общественности. 150 из них имеют право голоса. Проекты выставляются на голосование. Далее к обсуждению приглашаются все желающие. Проект стратегии 2030 будет опубликован на сайте Минэкономразвития Республики Башкортостан. 21 января глава администрации города Кумертау Борис Беляев, его заместители и управленческая команда города приняли участие в совещании по вопросам развития бизнеса в монопрофильных образованиях Республики Башкортостан, прошедшем в городе Билибей. Совещание по вопросам развития бизнеса в монопрофильных муниципальных образованиях РБ проходило при участии зампреда Внешэкономбанка, руководителя рабочей группы по модернизации моногородов при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции Ирины Макиевой, министр экономического развития РБ Сергея Новикова и глав администрации моногородов Республики Башкортостан. Ирина Владимировна обратила внимание глав монопрофильных образований на основные вопросы при доработке паспортов развития моногородов. Напомню, что каждый моногород РФ разработал свой паспорт развития города, который включает в себя меры по диверсификации экономики, улучшению городской среды и развитию человеческого капитала. Ирина Макиева отметила, что в рамках реализации программы «Комплексное развитие моногородов» жители должны поучаствовать и увидеть позитивные изменения, а также стать участниками процесса преобразования городской среды путем предложения своих идей через краудсорсинговую платформу «Моногорода РФ». В ходе совещания также были обсуждены вопросы формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций в моногорода, создания комфортной среды для жизнедеятельности населения на таких территориях. 23 января глава администрации города Кумертау посетил село Октябрьское Оренбургской области для встречи с потенциальным инвестором, занимающимся производством сыров. Андроник Сагателян, ООО «Октябрьское молоко» уже более 20 лет занимается производством натуральных сыров, изготовленных по специальному рецепту. Борис Беляев рассказал о преимуществах создания крупного производства в городе Кумертау, ставшем не так давно территории, опережающей развитие, и о программе поддержки местных предпринимателей. Потенциальный инвестор, очень положительно отнесся к предложению, заверил, что в ближайшее время нанесет ответный визит и подробнее рассмотрит свободные площади для строительства завода. Далее гости совершили ознакомительную экскурсию по производству и поучаствовали в дегустации готового продукта, отметив его высокие вкусовые качества. 24 января Борис Беляев в рамках телепередачи «Городские подробности» в прямом эфире на телеканале «Пятница АРИС» рассказал о недавно присвоенном городу статусе территории, опережающей социально-экономическое развитие. Напомню, что 29 декабря 2016 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление. В программе глава администрации рассказала про имущества для резидентов ТОСР и проводимое в настоящее время работе по привлечению в Кумертау инвесторов. Полную версию программы вы можете увидеть на официальном сайте администрации города или на сайте телерадиокомпании «АРИС». 25 января с рабочим визитом в город Кумертау посетили руководителя администрации главы Республики Башкортостан Владимир Нагорный и министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан Сергей Афонин. Первым предприятием, с работой которого ознакомились представители власти, стала Кумертауская ТЭЦ. В недавнем времени на предприятии произошла смена собственника, стал которым ОАО «Свердловская энергогазовая компания». Именно поэтому руководитель администрации главы РБ проявил особый интерес к этой теме, ведь он лично курировал данный вопрос. Также делегация посетила социальный объект «Ледовую арену». Ввод арены в эксплуатацию планируется летом текущего года, но для этого необходимо решить вопрос по дальнейшему финансированию. Министр ЖКХ РБ подчеркнул, что этот вопрос находится на контроле главы Республики и в ближайшее время будет снят. Далее состояло знакомство с производством градообразующего предприятия АО «Кумап». Директор предприятия Юрий Пуставгаров рассказал о планах и перспективах завода на ближайшие годы. Он подчеркнул, что выполнение заказов планируется как для отечественных, так и для иностранных заказчиков. Кроме того, делегаты посетили новый микрорайон, построенных в рамках переселения из аварийного жилья, и городской дворец культуры, в котором в данный момент проводится ремонт. Еще одной целью визита Владимира Нагорного стало проведение приема граждан. 11 кумертаусов обратились к руководителю администрации главы Республики с различными вопросами. Один из вопросов был снят непосредственно во время приема, остальные приняты к рассмотрению. В завершении в интервью местному телеканалу Владимир Нагорный отметил, что ситуация в городе стабильная, все предприятия работают в штатном режиме. Также он отметил активную позицию руководства города, которая сыграла особую роль при получении статуса ТОР. Теперь озвучу основные мероприятия следующей недели. 28 января в Кумертау объявлена образовательная суббота. Любой желающий, независимо от возраста, может сдать пробный единый государственный экзамен. Тестирование состоится в школе номер 10 в 10 утра. С собой необходимо иметь паспорт и гелевую ручку. 3-4 февраля в Кумертау пройдет республиканская научно-практическая конференция. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Увидимся в следующую пятницу. Субтитры подогнал «Симон»